Андрей Козлов Будучи игроками по сути, они в равной степени владеют приемами и уловками этой игры В поединке капитан против Крупье пока чаще побеждает капитан Что же будет 18 декабря? Кстати, 18 декабря у Крупье день рождения Как-то он отметит свой праздник, победа или поражение Что наша жизнь играет? Господа, через неделю, как вы знаете, мы будем играть здесь за этим столом под двойным ставком Ну а пока в последний раз 50 тысяч на красное 200 тысяч на черное 100 тысяч на красное 150 тысяч на черное Такая же сумма на красное 100 тысяч на черное 200 тысяч на красное 50 тысяч на черное Хочу заметить, что сегодня, чтобы попасть в финал Знатоки будут брать только дорогие вопросы 250 тысяч на красное 300 тысяч на черное 500 тысяч на красное Поправьте И, наконец, господа, зеро Ставки сделаны, благодарю вас Начинаем игру Добрый вечер, господа Добрый вечер в интеллектуальном казино Пока единственном месте, где каждый может заработать деньги своим собственным умом Московское время сейчас 21 час 52, по-моему, минуты И мы начинаем прямую трансляцию Последней отборочной игры в элитарном клубе «Что, где, когда» Я приглашаю за игровой стол самую сильную команду клуба Команду Андрея Горбова Елена Медведкова Виктория Кравченко Владимир Молчанов Игорь Кондратюк Алексей Капустин И капитан команды Андрей Козлов АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Играем что, где, когда Телезрители против знатоков Игра до 6 очков Счет 0-0, первый раунд И все-таки я не могу сказать Что я возмущен Этим анонсом Какая-то женщина оскорбила, по-моему, вашу команду Да мы даже знаем, какая Да, вы знаете Будто бы в вашей команде Нет никаких звезд, личностей Вот посмотрите, пожалуйста, на Медведкову Вот Медведкова, звезда Каждая версия этой женщины Это истинная красота Да, она Если вы услышите версию Медведков В минуте обсуждения Можете не обсуждать, брать ее Не захваливайте, Владимир 200 тысяч 200 тысяч Играет Александр Красиков Город Череповец, Вологодская область А теперь, внимание, черный ящик Уважаемые знатоки В этом черном ящике Находится то, что получится Если сиамского слона соединить с австралийским эвкалиптом Африканского слона с калифорнийской секвой И прибавить к ним ткангалецкий баобаб И проделав в них дырку, получить удовольствие Что в черном ящике? Отвечает Владимир Молчанов Это еще кто? Здрасте В черном ящике находится курительная трубка фирмы Данхил Я потерял дар речи Один ноль Один ноль В пользу команды А кто не знает? Будет потому Итак, этой команде нужно набрать 1 миллион 350 тысяч Таков IQ, проходной балл Сейчас они взяли 200 тысяч Осталось 1 миллион 150 Ну, Молчанов, погоди Вот, кстати, сидит Молчанов У него есть только один недостаток Он во время размышления закрывает свое лицо руками И мы не видим его глаз И в этих прекрасных глазах работу его ума Это редко бывает Потому и закрывает Я не убеду, что он редко закрывает Да, господин Молчанов Владимир Кстати Посмотрим на стрелку Не нравится мне начало 150 красные Играет Владимир Груздев Московская область, город Фрязино Внимание на экран Уважаемые знатоки Как видите, я живу в городе Фрязино Московской области Есть еще станция Фрязево Горьковской железной дороги Есть село Фрязеново Близь Вологды А в Вологде Фрязиновская улица Фрязиновская набережная Есть деревня Фрязино, где делают фарфорую кжель Павлин Фрязин Впервые на Руси отлил тысячепудовую пушку Иван Фрязин был лучшим чеканщиком монет Марк, Петр, Оливис и Антон Фрязин Поставили стены и башни вокруг Кремля И, наконец, Бон Фрязин Поставил Кремле колокольню Ивана Великого Внимание, вопрос Откуда в пятнадцатом веке на Руси взялась вся эта фрязь? Вопрос Ответ готов Ответ готов? Да Отвечает Елена Медведкова Вот вся эта фрязь взялась на Руси из Италии А что это такое, простите? Это фрязь, что это такое? Вы спросили, вопрос был, откуда взялась? Я отвечаю, из Италии Да, но я не понимаю, что взялось, откуда? Выходцы из Италии назывались фрязины То есть это люди? Это люди Да? Значит, вы считаете... Нет, пардон, пардон, пардон Вот есть такая очень хорошая книга И там есть итальянская фамилия Нет, пожалуйста, я не хочу Я хочу, чтобы вы просто ответили мне на простой вопрос Что это такое фрязь, которая, как вы говорите, взялась из Италии? Это дополнительный вопрос? Нет, это основной вопрос Как это основной? Хорошо, подождите Вопрос был, откуда... Вы будете отвечать, что такое фря? Фря это человек искусства, владеющий каким-либо мастерством Вы считаете, что фря это человек искусства? Нет, это человек из Италии Мы считаем, что эта фря взялась из Италии И все Мы дали ответ на вопрос Я волен попросить аргумент Если вы не знаете, что такое взялось из Италии Как я могу вас судить? Я спрашиваю, уважаемая госпожа Медведкова Да, вы правильно сказали, что эта фря взялась из Италии Так чего же вам еще, Владимир Яковлевич? А мне нужно, чтобы вы понимали, что вы говорите Что такое для вас фря? Я прошу не мешать Хорошо, для меня это... Для меня это человек из Италии Любой человек из Италии Человек искусства из Италии Человек искусства из Италии То есть, скажем, если Столя приедет, то это не будет фря Владимир Яковлевич, зачем я... Я молю, ответ я взял Из Италии Из Италии Да Человек искусства из Италии Мастеровой А теперь внимание, ответ телезрителя Умелец Господин Козлов, вы должны были дать ответ самому себе Мы дали ответ Итак, фря или фрясь Так называли в России 15 века Любых итальянцев, которые приехали в Россию Нет, я этот вопрос считаю победой телезрителя Вы не точно объяснили нам, что такое фря 1-1 Ребят, перестаньте, не надо Это все глупости 150 тысяч Уходит Владимир Груздеву в Московскую область На провокации надо отмечать полек Следующий вопрос Не сломайте молчок Не сломаю А вот вертит волчок Господин Козлов Главный специалист по вершению волчков В принципе, это довольно известный человек У меня только один вопрос к вам Пока вы вертите в волчок Никаких вопросов Ноу комменс Нет, нет Я говорю, что за этот вопрос не будет очка Ноу комменс Да, я понимаю Вот скажите, пожалуйста, господин Козлов В другой игре В другой передаче Вы сами задаете вопросы А здесь, в этой передаче Вы отвечаете на них То есть там задаете Здесь отвечаете Здесь отвечаете Там задаете Вам не кажется это несколько неудобным? Для вас, наверное, это неудобно А для вас? Ноу комменс Нет комментариев Это не пресс-конференция Спасибо, что перевели Пожалуйста Виталий так делают многие Так, внимание Посмотрим на стрелку Я не вижу отсюда 150 Или 100 Сток разный Ну давайте 150 150 Это в другом месте дает 100 Против знатоков играет Галина Астафьева Да Эта женщина много прислала к нам вопросов И она не первый раз побеждает знатоков А теперь внимание Уважаемые знатоки Чтобы получить первоначальный капитал И разбогатеть Плуд и пройдоха Приказчик книжного магазина Господин Поляков Начал уносить домой По одному тому Из полных собраний Сочинений известных авторов То есть просто воровал Внимание, вопрос Каков был следующий шаг Будущего крупного Книготорговца Господина Полякова Он по дешевке покупал остальное Время Ребят, он по дешевке покупал остальное Поскольку этого он не полная Он долго продавал то, чего не хватает Нет, нет Ребят, здесь можно два варианта Это был бракованный экземпляр Когда в нем не хватает Этого экземпляров Его по дешевке сбрасывали В торговлю Он любые издания не верит Андрюша Не комплект, потом продавали Он мог продавать Он, нет Спросили, как он разбогател Стоп, ребята Спросили, как он разбогател Поэтому здесь есть два варианта Их надо обсуждать Первый вариант Он покупал сам по дешевке И потом продавал дороже Есть второй вариант Он тем, кто купил по дешевке Этот задорого продавал один том Вот два варианта Мы считаем, что после того, как обнаружилось, что собрание Сочинение неполное Там нет тома Магазин продавал Библиотека продавала Это собрание Сочинение дешево Он скупал сам За дешево Этот некомплект А потом добавлял Недостающий том И продавал его уже По настоящей цене Этого комплекта Тем самым Обогащался И тем самым Составил первоначальный капитал Два-один В пользу Сумма уходит в банк знатоков Сумма в 300 тысяч А 100 тысяч всего в банке знатоков 300 А нужно им набрать, чтобы попасть в финал Один миллион триста пятьдесят То есть еще больше миллиона Это не важно Два-один Четвертый раунд Только что активно участвовал в обсуждении Господин Капустин Суперэрудит Знает ответ на любой вопрос Иногда молчит Тем самым давая возможность Прославиться другим игрокам Я киваю Поощрительно киваете Мы расскажем обо всех В том числе и господине Кондратюке Самым красивым из всех присутствующих Покажите его фас Фас я прошу Вот так Покажите его Фас Господин Кондратюк О нем речь впереди У меня фаса нет Двести Двести Красный Один сплошной профиль Против знатоков играет Наталья Астахова Москва Уважаемые знатоки Это произведение Вивальди Состоит из четырех концертов Прослушайте фрагмент концерта Который сам автор назвал Ат А теперь внимание вопрос Какое время года не любил Вивальди Время Ребята По-моему это была осень По-моему это была зима Нужно от ата сейчас ассоциировать Жара, лето Мок не любит Нет, но это похоже что там на весну Весна, подождите Или лето Откуда тебя взялась, ты не скажи Откуда тебя взялась осень Не навеяла Подождите Так, сейчас, подождите Я вспоминаю на вот этот фильм Который был там Ребята, еще раз Четыре концерта было, да? Четыре концерта было Он назвал фрагмент ада С чем ассоциировать? Ну не знаю, меня свистнуло Нет, ад это жара, понимаешь? Ну почему не любил? В каком порядке они могли быть предположены? Ад вивальди У него скрипичные концерты, да? Подождите У него концерты скрипичные Скрипичные концерты играют на скрипке То есть по идее не должно быть хуже А почему он не любил весну? Ответ Мозаков Обсуждение закончено Итак, какое время года не любил? Вивальди Отвечает Виктория Кравченко Виктория Нам кажется, что он не любил лето Ответ принят А теперь, внимание, правильный ответ Конечно, вы знаете Что четыре концерта Вивальди Это четыре времени года Весна, лето, осень и зима Но вы сейчас слушали Четвертый концерт Вы правильно сказали Первая версия у вас была Четвертый концерт Вивальди Назвал ад, потому что он не любил Зиму Два-два Два-два Двести тысяч рублей мы отправляем Наталье Астахову Ну не весна, голодец Виктория Кравченко Виктория Кравченко Совесть, честь команды Она молчит Она молчит всегда Пока не нарушены нравственные нормы Не правда ли, Виктория? Да нет, я стараюсь не молчать В любом случае Ну говорите, говорите, говорите Если вы так будете говорить Все будет нормально Да, для вас, конечно Посмотрим на стрелку Сто черные Против зандагов играет Галина Астафьева Москва опять Галина Астафьева Внимание, вопрос Хотелось бы наконец-то увидеть Ее живьем Я имею ввиду Галину Астафьеву Какую государственную структуру Возглавил бы сегодня Древнерусский скотник Время Послушайте, это может быть маршал Почему? Ну, скотник Государственную структуру Стоп, какие структуры? Конюшенный был кто? Нет, подожди Конюшенный скотник Нет, это разные вещи Ребята, скотник Это человек, который ухаживал за скотом Не госком имущество Почему? Ну, черт его знает А потому что, действительно, скот это было имущество Самое главное Стоп, скотом деньги Деньги были Банкиром, центральным банком Деньги не на Руси На Руси нефа Скотник Лошадиная Лошадиная Назвать фамилию неудобно Ну, это не Тягловая То есть, это не транспорт Не может быть А мне понравилось госком имущество Да, госком имущество, наверное, лучше всего Ну, еще, еще что Он отвечает за имущество Правильно, шестер С деньгами был скот Древний Руси Да, это не было Это очень быстро поскочило А почему же они в воспитании? Спикер никак не переводится, ребят Спикер, да нет Переводится У вас есть дополнительная минута Вы берете или нет? Отвечает Владимир Молчанов Прошу Ну, я не знаю, насколько это будет смешно или нет Но нам кажется, что он бы возглавил госком имущество Госском имущество Ответ принят Теперь внимание Ответ телезрителя Поскольку в Древней Руси В качестве денег использовали скот То древний русский скотник Означею вас Лично была такая версия Вполне мог бы возглавить Либо Министерство финансов Либо Центральный банк Итак, счет становится 3-2 3-2 В качестве телезрителей И сумма отправляется Галине Остапиной 3-2 Но дело не в счете А дело в том Пробьются ли они в финал Шестой раунд И наконец-то я хочу сказать О нашем прекрасном Господине Кондратюке Он выдающийся спортсмен Самый остроумный человек Вот слушайтесь минуту обсуждения Каждое его слово Это первостроумие А учишься А учишься, совершенно верно Внимание к минуте обсуждения Посмотрим на стрелку Вот именно Можно еще поговорить Приятного вам аппетита Спасибо, Владимир Яковлевич От вас услышать Доброе слово Это крем Я сострил Владимира Яковлевича Спасибо Что сейчас, как вам кажется? 50 Вы не хотели, я не хотел И все-таки 50 черные Играет Виктория Беликова Город Воронеж Внимание, игра Уважаемые знадогены В Древнем Риме Эта игра называлась Калькулярий Камушек Во Франции Эта игра называлась Эскамотюр Мускатный орех Я прошу своего помощника Побыстрее В Португалии Эту игру звали Пелотикейро Шарик А теперь покажите нам Эту игру через одну минуту Неужели на пёрст? Мы готовы показать сейчас Стоп, 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 стоп Не надо Ну давайте Показывайте, а что Ребята, звук Он зря что ли звенел? Звенит Нет Да, погоди Ребята, вы чего Охренеть, сейчас затопчет Вытащи два Вытащи два Я тебе говорю Потому что они работали в одной стране Конечно А что мы звеним? Во Франции Ребята, не мудри Не мудри Не мудри Ну давай на пёссу На пёссу Подожди, а что со звуком? Ладно, бог с ним Ну давай разогреть А что со звуком? Да ну ребят, звените Не граждане, понимаешь Это же игра У нас играл с этим шагом Ребята, калькуляю Это что? Мы играли с одним Просто там мускатный орех используется Это же у нас мускатный орех Это же у нас мускатный орех Это же у нас мускатный орех Все, понятно Так, вы не лишний игр Оставь один Оставь орех Спокойно Ну давай Убери Мы просим крупье вынести 200 тысяч Я предупреждаю, что вы можете взять дополнительную минуту Все-таки я хорошо к вам отношусь Спасибо Вы не берете? Нет, мы не берем Рискуете? Прошу Кто отвечает? Мы просим вас вынести какие-нибудь деньги Потому что, как мы считаем, в эту игру играют на деньги Нужно угадать Просим вас угадать, в каком из этих трех Покажите нам эту игру Где Шарик, Владимир? Да, вот как-то я не специалист, конечно Ответ принят У нас эта игра называется наберстки Вы ее показали Еще становится 3-3 И 50 тысяч уходит в банк на таком 350 тысяч сейчас Айфью команды Козьгова Осталось Один миллион набрать И Козьгов в финале А сейчас будет седьмой раунд Сейчас выпадет зеро И будем играть на деньги Если будет 3-3 Игра, во-первых, до шести очков А вам надо добрать еще один миллион Я, конечно, не сомневаюсь Что все-таки игра будет ваша Но миллион наберете вы или нет? 250 250 Играет Раймундас Юргайтис Город Каунас, Литва Включаем Каунас Внимание на экран Уважаемые знатоки В одной из древнеиндийских вед Есть такой рецепт Возьми легкость лепестка розы Взгляд косули Грацию полета ласточки Слезинку росы Непостоянность весеннего ветерка И хорошо перемешай это С блеском надувшегося павлина И со всей жестокостью тигра Внимание, вопрос Что получишь тогда? Удачи Итак, что получишь тогда? Время Женщина Там вообще якуар был И по-моему Или что-то в этом Ребята Навненька мы получим женщину Ласточка Косура А тем более Глаза косули Какое? Нет, перемешай На дживане в зоопарке вообще стояли Вдруг на ровном месте Жестоко А что? Ковар Жестоко Нет, поцелуй На ровном месте Они стояли в зоопарке На фоке гулял Сзади был хигар А якуар Или что-нибудь Нет, хигар По-моему, хигар был Либо пантера Либо женщина Потому что там жестоко Игра Кошка может Ну, хороший пантера Либо пантера Лёхо сласочный Может, там блеск павлина Ещё что-то лёхо сласочный Павлины тигры Это о любви Ребята, это о лепестке розы Причём пантере лепестки розы Ты можешь мне сказать? Тем более Это может быть о женщине Это не может быть Это женщина Ну, этот тигр дурацкий Тут болтается Жустро Нет И что, ты получишь Любовь, что ли? Давай женщину, ребята Я не думаю Женщина, опять Что? Женщина Женщина Женщина, которая тигр Ответ, Натоков Кто отвечает? Отвечает Алексей Капустин Алексей Капустин Господин Капустин У меня нет внутренней уверенности Но команда настаивает Что это женщина Но вы вольны Не послушаться команду Сейчас ответ Я не послушаться? Команда? Сейчас Вы считаете женщина Если все самое хорошее Смешать со всем самым плохим Ну, конечно, получится Женщина Счет 4-3 4-3 Даши дамы Я не верила Осталось всего 750 тысяч 750 тысяч набрать этой команде И она переплюнет команду Друзья и блинов Счет 4-3 Мы начинаем следующий раунд А чья это была версия? Непонятно Снотока женщин Ну, естественно Великолепный Кондратюк Слухи о том, что я знаю женщин Сильно привычны Вот видите Я не знаю кем уж Но не мной точно Почему-то вас все время в профиль показывают А мне хочется смотреть в фаз А мне не хочется не так, не так Вот совсем же другое дело А это... А, молчок вы имеете в виду? Ну, это... Блиц Это блиц Минутку Да-да-да Вы играете? Ну, конечно А куда же нам деться? Итак Блиц-турнир Три вопроса по 20 секунд Обсуждение каждой Внимание, вопрос первый Внимание Собрались, ребята Михаил Могильченко Из Белграда Спрашивает Из какой части козы По мнению древних греков Можно было получить Наибольшее количество Самых разнообразных продуктов Из рогу Рог изобилия Рог изобилия Отвечает Владимир Молчанов Досрочный ответ Господин Молчанов Наибольшее количество Различных продуктов Можно было получить Из козьего рога Он же рог изобилия Я могу только добавить Что эту козу звали Амалфея Итак, вы выиграли Первый вопрос Блиц-турнир А сейчас второй вопрос Елизавета Гачко Из города Сан-Франциско Спрашивает Тихо, тихо Знаете ли вы язык Австралийского племени Камиларон? Владимир Молчанов Вы знаете Пару слов Ну тогда мы с вами сыграем А именно Малбулан-гулуба Булан-булан-булан-гулуба Гулуба-гулуба Что я сказал? Время Собракадабра Приветствия Счет Один, два, три, четыре, пять, шесть Посчитал, да? Посчитал Ты думаешь? Он посчитал сначала Ты уверен? Ну? Ну Ну Ну, что можно? Интереснее-то ничего не придумать А что еще придумаешь? Тем более таким ты Давай отвечай Это запорим Нет, нет, нет Нет, ну просто Ну там нет вот этого вот что-то Это либо Абумир Знаков Отвечает Владимир Молчанов Владимир Молчанов Ну мне кажется Я услышал там знакомые слова Один, два, три, четыре, пять, шесть Вот это вот Знакомые вам слова На языке Камиларон Камиларон А теперь внимание Правильный ответ Малбулан-гулуба Булан-булан Булан-гулуба Гулуба-гулуба Один, два, три, четыре, пять, шесть Вы выиграли второй вопрос Погодите радоваться Последний решающий третий вопрос Владимир Молчанов Пора бы вам помолчать Владимир Фомкин Тоже Владимир Из Минска Спрашивает Что будет Если посадить за один стол Женщину и мужчину А слева от мужчины Еще раз женщину Еще раз мужчину А справа от женщины Еще раз мужчину Еще раз мужчину Что будет Время Нет-нет-нет-нет Картина нужна Да вы что, братцы Это мы так сидели Все правильно Да не важно Это ведь мужчина Справа от женщины А картина А картина Какая картина Это мы за столом Наша шестерка будет Наша шестерка Наша шестерка Ты точно не прощаешь нам? Я прощаю Надо попросить А это не что Вы Кто отвечает? Отвечает Алексей Капустин Алексей Капустин Не понял Получится шестерка игроков Который сейчас Пытается дать Правильный ответ Ну что Возьми Абсолютно Правильный ответ Еще пять Дай три Выиграли Команда Козбова Вырывается Вперед 900 тысяч IQ Козбова 1 миллион 350 IQ Биллиенова И мы начинаем Девятый раз Я хочу пояснить публике Почему я поставил Сейчас вторую рекламную паузу Дело в том Что Супер Блиц Это 500 тысяч рублей И если бы сейчас Команда Козбова Выиграла Супер Блиц Мало того Что она выиграла бы Партию сегодня Она бы автоматически Попала в финал И играла бы 25 декабря По двойным ставкам Ну а сейчас Есть надежда Может быть Зеро Если бы я был Кашпировским Сейчас было бы Зеро Не надо Пролибирать Супер Блиц 150 Правильно, да? Да 150 черный И теперь каждый вопрос Может стать последним 150 черный Против знатоков Играет Лариса Недоверий Город Ставрополь Уважаемые знатоки Вот сейчас Очень интересная ситуация Козбов может решить Сдать этот раунд Для того, чтобы Снова Стрелка Попала на Супер Блиц А теперь пока Уважаемые знатоки Уже много лет Мы связываем Наиболее роскошные Шикарные Произведения Искусства С любимым Учеником Французского Художника Жака Луи Давида Внимание Вопрос Как звали его Этого ученика Луи Давида Жак Луи Давид А что мы сравниваем Ушикарный Седевр Седевр это другое Нет, шик, наверное Ну, шик Ну, лучше для мужчин Нет, нет Шик модерн А у которого Давида Вообще очень Шик модерн Кстати, да Может быть Все картины Как еще Каким можно слово назвать Ну, а шедевр точно не додавал Шедевр это шедевр Собещенное искусство Модерн Шик модерн Шик модерн Как его звали? Это какого-то красивого Не звали шик Ну, шик Ну, почему Решаем другой вопрос Гораздо важнее Понял Пока есть время А посмотри, мы не знаем сейчас версии Давай на судьбу Виктором вызовем Нет, подожди Зачем? Давай рискнем Выиграем Не хочу Не хочу Монетку Не надо Не надо Нет же достоверной версии Леша, а какой вариант у тебя есть? Наугад Нет Ответ знадогов Сейчас Козлов будет решать стратегические задачи Отвечает Игорь Кондратюк Отвечает Игорь Кондратюк Ингрид, правильно Как самый островный человек в команде Я скажу, что его звали Жилет Жилет? Да А ведь у вас была другая версия Господин Кондратюк Еще была версия Не надо Не надо Не надо Я даже могу дать вам дополнительную минуту, чтобы вы вспомнили ту версию Заберите себе Господин Блинов, вы в зале сейчас? Вы посмотрите, как они играют Против вас Мы против них не надо А теперь, внимание, правильный ответ Мы играем против вас Да Любимого ученика Так и звали Так и хочется сказать Жилет Ну на самом деле Его, конечно, звали Шик С тех пор мы По школу выражения Шикарный Шик Ну да Вы, конечно, проигрываете Вы маленький вопрос Проигрываете Сейчас счет становится 5-4 5-4 И 150 тысяч Ни за что получает Бориса Неговей Что творится-то, а? Впервые Знатоки специально проигрываете Ну что ж Только уважение 5-4 Еще два очка И эта стратегия выльется В апотеос Следующий раунд Да Это капитан Это капитан Андрей Козгов Трудно его взять Не надо меня брать Ну хочется Сыграть в зеро Хочется Владимир Яковлевич Возьмете и вернете Еще деньги нам приплатят Крупный риск все-таки Я считаю, что вы крупно рискуете Да, мы крупно рискуем Мы понимаем Стрелка 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 Пока крутится Возможно 500 тысяч И они в финале Возможно зеро И возможно 50 Что? Супер-блиц Супер-блиц Второй раз И нету возможности Поставить Паузу Супер-блиц Три вопроса По 20 секунд Обсуждение Каждый играет Один знаток И я думаю, что этот знаток Вот он загородил Своё прекрасное лицо Это Владимир Молчанов Внимание Тишина в клубе Сейчас решается Принципиальный вопрос Либо выигрывается Партия И команда Козлова В финале Либо счёт становится 5-5 И шансы равны Играет Владимир Молчанов Внимание Вопрос первый Тишина Уважаемый господин Молчанов Знаете ли вы Что в декабре В Иерусалим Приходит огромное количество Поздравительных открыток Со всякими пожеланиями Просьбами Вот Ирина Балашова Из Вологды спрашивает Кому адресованы Эти открытки Время Я не буду долго думать Я считаю Что Деве Марии Деве Марии А теперь Внимание Правильный ответ Поздравительные открытки С просьбами И пожеланиями Адресованные Конечно Иисусу Христу Вы проиграли Супер Блиц На первом вопросе Счёт становится 5-5 500 тысяч Уходит Ирине Балашовой В Вологду Счёт 5-5 Действительно Что-то Я хочу Чтоб зажёгся свет Следующий раунд Игра идёт До 6 очков Счёт 5-5 Я молчу Не нервничай Ты чего Тут тоже есть два варианта Осталось два вопроса Либо 50 тысяч Либо зеро И тогда всё будет зависеть От крупья От крупья От крупья Не нервничай Я тебя прошу Не нервничай Тут есть два варианта Ты выбрал тот Который показался правильным Более Из-за чего ты нервничай Бывало ведь их Не нервничай Я тебя прошу Пожалуйста Не нервничай Что? Зеро Не скажу Свободная ставка Игра на собственные деньги Казино против знатоков Итак, Зеро Давайте сразу Я понимаю Что вам достаточно Пятьсот тысяч Я пока стою И вы в финале И выигрываете партию Я спрашиваю Господина Козлова Вы согласны Сыграть со мной Один на один? Один на один? Да А я всегда играю Один на один с вами Это можно принимать А, шутка, да? Шутка А я вам тогда Предлагаю Вот здесь у меня Три вопроса Это уже испробованный Вы не хотите выбрать Вы с Прокофьевым уже играли У вас рука дрожит А у вас дрожит губа Итак, с вами мне сегодня не сыграть, да? Я же слабый игрок, Владимир Апич Вы знаете Я не красую сейчас Говорю искать Тогда я хочу сказать Что у меня здесь Один вопрос философский Один вопрос комический На остроумие И один вопрос психологический У вас как раз Вот мне кажется У нас есть остроумный человек Господин Кондратев У вас есть, да У нас за столом Я хотел сказать Есть у нас человек Который изучал философию Госпожа Кравченко И есть человек, который Как мне кажется Прочел все книги по психологии Это Владимир Молчанов Расстроенный Владимир Молчанов Я согласен сейчас Играть философский вопрос С философом Играть психологический С психологом И играть остроумный вопрос С вами Стакан не разбился Чьё счастье будет неизвестно Итак Вы согласны Играть наедине В свой собственный вопрос Нет, не согласны Вы будете играть Только командой Да Только командой У нас многие международные У меня чувство юмора Читали философские книги И психологические книги Если хотите Мы можем выбрать сузью Вы так нервничаете Как будто вас засуживают Я полностью доверяю Знаю, как вы Беспристрастные Я полностью доверяю Ну давайте делать ставки Ваши ставки Какие? Ваши ставки Мои ставки Четыреста 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 Пятсот Господин Блинов Где? Как вы думаете Сколько мне поставить? Я думаю Надо поставить ровно столько Чтобы этой команде Хватило Чтобы обыграть нас И сыграть в финале Вот так вы считаете И выиграть И выиграть Вот в данном случае Уже выиграть Спасибо, Илюша Миллион У нас девятьсот тысяч Девятьсот тысяч? Ну сто тысяч у вас найдется Ну конечно Игра на собственные деньги Итак, миллион Вы отсчитали миллион? В банке зеро Два миллиона, да? Да Два миллиона Итак, начинаем раунд зеро И сейчас прозвучит гонка Размучил И я сейчас выбираю Какой из трех названных вопросов Вам задать Мне понравилась госпожа Кравченко И поэтому философский вопрос Спасибо, Владимир Яковлевич И поэтому будем играть Философский вопрос Государь Кравченко Да Вы когда его читали Краткий Советский Философский Словарь Ну есть такой Такой грех есть, да? Страшное дело Вы, наверное, вспомните Я сейчас буду цитировать Итак, внимание Я его наизусть не учила Поэтому мне трудно Я тоже читаю Не наизусть Внимание Оно Цитирую Есть выработка Специфически Простите, я не выговариваю Снова начал Оно Есть выработка Специфически Духовного содержания В специфическо-социальном Функционировании Это советский Философский Словарь Специфически Функционирование Внимание Следующий Цитат Оно В том и состоит Чтобы не помнить О приличиях Вот это уже цитата Из американского писателя Генри Миллера Но самое интересное Внимание, вопрос Оказывается Эти две цитаты Говорят об одном и том же О чем спрашивается Время Это мысль, слово Чувство Оно Это выработка Специфически Духовного Духовного содержания В специфическом функционировании И не помните приличиях Может только чувство Оно не контролируется сознание Привизия не проходит Может быть Любовь Духовное Оно Так упор на оно Это что-то такое Оно там стоит Чтобы не помнить О приличиях Оно может быть и слово Святые растут Не ведая стыда Образование Тогда чувство Это же Миллер Он же Специфический Оно есть выработка Специфически Духовного Специфически Духовного функционирования Духовного функционирования Ну это нормально Чувство подходит Ну ладно Дальше Образование А позже Не помните приличия Не помните приличия Это либо искусство Неприличие с чувствами Очень коррелирует Ребята где искусство Что-что Что-что Чувство с неприличиями Ассоциируется Подожди Что-то еще бежит Искусство с неприличиями Не ассоциируется Почему? Еще как Еще как Ну пожалуйста Боска Возьми там Вы берете еще Да Дарем Вторая минута Ребята Либо искусство Либо чувство Оно есть выработка Специфически духовного Специфически духовного Стоп Чувство не вырабатывает Чувство не может вырабатывать Это только искусство Оно служит для выработки Как? Чувство Почему не может? Чувство Это возникает в тебе Оно не Это не Это не Это есть выработка Оно возникает на основе эмоций Это правильное Чувство в этом словаре В философском Вообще наверное нет такого слова Давайте выработка Духовная выработка Духовная выработка Это искусство Подожди Еще как Может быть творчество Ольга Не буду Творческое чувство Духовное содержание – это всегда искусство. Искусство, Андрюша! Нет! Нет творчества! Нет творчества! Почему нет творчества? Спокойно! Еще раз прочитай начало. Оно есть выработка специфических духовных санкционирований. Оно в том и состоит, чтобы не помнить о проличии. Только чувства. Искусство, Андрюша, но я тебя... Андрюша, ну зарежь ты меня! Искусство, Андрюша! Мы считаем, что это чувство. Что это чувство! А это искусство! Я ж сказала! Вы проиграли! Проиграли! И счет становится 6-5! 6-5! Больше телезрителей! Ничего не делали! Игра сделана! Поражение знатоков! Согласно регламенту, проигравшая команда навсегда покидает клуб «Что, где, когда». Объявляет имена телезрителей победителей! Сто пятьдесят тысяч! Выиграл Владимир Груздев! Вопрос о пряде! Двести тысяч Наталья Астахова! Вопрос о Вивальде! Сто тысяч Галина Астахева! О министре! Сто пятьдесят тысяч Лариса Недовей! Об ученике Давида! Пятьсот тысяч выиграл! Выиграла Ирина Балашова! Вопрос о новогодних открытках! И, наконец, Зеро! Выиграла интеллектуальное казино! Вопрос об искусстве! Вопрос об искусстве! Таким образом, в финал 25 декабря выходит команда Алексея Блинова! Игра окончена! Игра блестящая! Окончена! Господин Грубье! Большое вам спасибо! Господин Грубье! Можно минутку внимания? Да! Можно минутку внимания? Значит, мы хотели бы наша команда попросить дать возможность сыграть команде Козлового банка! А у нас нет банка! У них нет банка! Тогда мы из своего банка из своих выигранных миллион триста пятьдесят тысяч поставим за них! Сколько вы скажете? А сколько у вас человек сейчас здесь? Двое? Нет! Четверо! Четверо! Вот, садите, сыграйте! Нет? Играем, играем! Играем, играем! Господин Козлов! Вы хотите сами сыграть? Дополнительный раунд! Я могу вам дать эту возможность! Просто сейчас вы в таком состоянии! Или все-таки риснете? Играете? Играете? Сами! Сами! Извините! Внимание! Внимание! В банке этого дополнительного раунда раунд идет на то, чтобы осталась команда Козлова в клубе! Ноль! Внимание! Мы начинаем дополнительный раунд! Уважаемые господа! Недавно известный американский драматург Брут Эткинсон напечатал статью в одной из английских газет. Там было сказано, он писал, что испытывает огромную радость от того, что кто-нибудь из зрителей на его спектакле начинает громко храпеть. Вот такой легкий, остроумный вопрос, который требует такого же остроумного ответа. Итак, как вы думаете, почему драматург Брут Эткинсон радовался, когда один зритель в зале начинал громко храпеть? Что хоть один есть? Внимание! Ребята, либо разбудить актеров, которые играют на сцене очень галый. Либо разбудить остальных, либо что хоть один есть. Что смешнее. Вряд ли. Лучно, наверное, разбудить. Один зритель? Один зритель. Хоть один. Что кто-нибудь, то есть кто-нибудь, значит подразумевает, что кто-нибудь еще есть. Подразумевает, что есть. Так что разбудить остальных. Да. Игорек, давайте с тобой чувствуем, чего вы с работой на остальных. Да. Ну, мы ответим, Владимир Яковлевич. Вы сразу отвечаете? Ну, как сразу. Как отвечаем? Игорь Кондрастюк. Итак, смотри, здесь остроумный ответ. Очень остроумный. В вашем положении. Да. Итак, почему он радуется, когда один зритель начинает громко храпеть на его спектакле? Ну, потому что он тем самым будет остальных. Не дает остальным уснуть. Остроумие вам не изменяет даже в этом положении. Ну, что ж, я вынужден оставить эту команду в клубе. Спасибо. Таков был дополнительный раунд. Но в финал 25-го числа будет играть команда Блинова. Спасибо. Игра окончена. Все очень хорошо, все погибли. Даже не вертели. Итак, через неделю, 25-го декабря, в первый рождественский вечер, здесь, в интеллектуальном казино, состоится финальная игра по двойным ставкам. Играть будет самая умная команда элитарного клуба. Команда Алексея Блинова. До встречи, уважаемая публика. До встречи в первый рождественский вечер. Команда Алексея Блинова. Мы не прощаемся с вами. Мы пользуемся редкой возможностью поздравить вас с днем рождения в прямом эфире. И сказать вам, как мы вас все любим. Вы самый талантливый человек и настоящий игрок. И мы желаем вам... НОГОЕ ЛЕСОМ НОГОЕ ЛЕСОМ НОГОЕ ЛЕСОМ Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка.